Вот вы, кстати, допускаете инструмент международных институтов. Вы допускаете, что во время намеченного на осень визита Путина в Китай Путин будет арестован, потому что есть ордер, выданный Гагским трибуналом на его арест. Он будет арестован как военный. Вот вы допускаете, что есть этот инструмент, который может реализовать этот ордер? Ну, я думаю, что Эрдоган его выдал бы. Но он уже не поедет больше к Эрдогану. Эрдоган просто откровенно сказал, что Вова, мы тебе отдадим. Сто процентов. Если ты в августе, у них было там запланировано у Путина в Стамбул или в Анкарон, куда-то должен был прилететь. У них же там общий проект, атомная электростанция, там какое-то открытие или закрытие. Ну, что-то там такое должно было происходить. Но Вова Путин уже туда не поедет. Он понимает, что Эрдоган его отдаст. А то, что китайский лидер, я думаю, ну зачем? Ну, он же нужен для него. Ну, это же хороший просто лакомый кусок, где на сегодняшний день вся Сибирь и вся эта вот огромнейшая территория потихонечку уже за что? Скоро уже не надо будет ни за что платить. Только постав газопроводы, нефтепроводы, это все бесплатно качай к себе на родину. И делай Китай первой экономикой мира. Так что такой, как Путин, очень нужен Китаю. Естественно, Китай его никому не отдаст. Ну, ничего. Значит, наше дело правое, а победа будет за нами. Мы же говорим сегодня о том, что это, по сути, война беспилотников, война дронов. Вот, кстати, беспилотные аппараты начинают завод строиться в Украине. Мы немножко, конечно, потеряли этот год. И я думаю, что Зеленский должен спросить со своего правительства, почему за этот год не было военных предприятий, не было, не было. Вот лидера оборонпрома сменили, вот они пытаются только сейчас, значит, догнать, долужат, есть такое хорошее украинское слово. И производство беспилотных летательных аппаратов будет производиться здесь, здесь в Украине, что тоже... Ну, это не будет легко. Не будет легко. Что касается вот этих дронов, вот мы, допустим, каждую неделю отправляем немножко вашим военным эти дроны. И есть люди, которые просто их получают. Мы постоянно это делаем. Понятно, что, допустим, что касается производства в Украине, такового, как, допустим, военного производства, вы же понимаете, это же огромнейшие риски. Ну, можно, конечно, сделать завод, но какие бы там были бы плохие или хорошие кинжалы российские, они могут туда прилететь. И это небезопасно. И понятно, что это можно декларативно подсказать. Мы там будем строить завод и будем делать свои беспилотники. Ну, сколько вы его построите и сколько оно будет просуществовать, если война дальше будет продолжаться. Вы же видите, я вот провел май месяц в Киеве. Ну, с 30 дней, 20 дней не спал, потому что постоянно была бомбежка Киева. Сейчас это чуть-чуть прекратилось. Насчет сегодня ночи, я так понимаю, опять чуть-чуть там бомбили и просто погиб человек, и кто-то пострадал. Вы поймите, что это же, ну, процесс не заканчивается. И Россия же не прекратила делать ракеты или оружие. У них же постоянно, когда говорят, что им что-то не хватает, им всего хватает. Потому что мир продажный. Мир денег на сегодняшний день – это продажный мир. И за деньги купить можно все. Если Россия не продает напрямую, значит, продает Армении, продает Азербайджану. Может быть, Азербайджану, сори, нет, извиняюсь, Азербайджану 100% нет. Ну, допустим, Узбекистану или какой-нибудь там Казахстану, такой стране и все, и тому же Китаю. Ну и все, и Россия получает все, что им нужно для того, чтобы завершить технологический процент своих танков, своих ракет, своих самолетов и своих вертолетов. У них это, понимаете, у них даже это хорошо. Люди получают работу, получают зарплату. Эти регионы начинают процветать. Там, допустим, может быть, какой-то завод опять они подняли там с колен и начали туда вкладывать деньги. Для них это хорошо. Это ж внутренняя их ситуация. Им наплевать. Вы же посмотрите, какая интеллектуальная, интеллектуальный уровень этих людей. Потому что поймите, что Соловьев-Скобеев задурил голову так, что, ну, просто там другого мнения нет. И на сегодняшний день... Ну, исход будет один, и пособники путинского режима тоже, оказывается, жжутся на скамье подсудимых. Тут другой вопрос. Может быть, действительно... Вы смотрите, что касается пособников... Смотрите, ну, на сегодняшний день весь мир пособник путинского режима. Вы смотрите, допустим, вы же можете сказать, давайте мы уже так откровенно поговорим с 2014 года. Въездены санкции против Российской Федерации, в том числе Евросоюзом. Ну, а почему на путинских танках находится техника французская или какая-то там другая? А вы сами ответили на этот вопрос. Потому что Европа давно не воевала, Европа не знает, что такое вот русский мир. Но они сейчас это увидят. Они увидят, потому что я уверена, что Путин не остановится. Нет, Путин... Смотрите, мы это понимаем, что Путин не остановится. Потому что у него... Ну, у него же план, понимаете? Он, в принципе, мог в свое время, когда был 2014 год, когда была Олимпиада в Сочи, он на тот момент действительно был миротворцем. Он тогда в Сирии очень успешно сделал проект о уничтожении химического оружия в Сирии. И как бы без всякого там, без всяких бомбежек он этот вопрос завершил. И в тот момент, когда он сделал Олимпиаду в Сочи, туда приехали со всего мира люди, он был действительно мог получить Нобелевскую премию мира. Но ему этого не хватило. Он сошел с ума просто. Ну как, ему показалось, что ему нужны новые территории. Вот есть Украина, есть Крым, есть, допустим, там, восточные регионы Украины. Ну, извините, пожалуйста, если ваша дрявая власть, там, допустим, министр обороны, российский гражданин, там, министр внутренних дел. Ну, вы же сами просто к этому подвигли. Если Янукович просто сидел на золотом унитазе и, в принципе, в десну целовался с этой всей этой историей. Если вся коррупция была так, если армии не было, если вы свое оружие продавали и отдавали, генералы ездили на Бентли и спокойно себя замечательно чувствовали, да. Ну, это же ваша история на сегодняшний день. Где же ваш украинский потенциал? Вы же серьезная страна, у вас же все должно было быть. Сколько вы самолетов, вертолетов, сколько вы техники разрезали, продали и украли. Ну, это же все понятно. И понятно, когда была слабая страна, просто кто-то взял этим и воспользовался. Нет, Айварс, Украина никогда не была бедной и слабой. Украина была разграбленной страной. Нет, так подождите. Ну, так я же про это говорю, что кто грабил? Марсиане? Юля, кто грабил? Марсиане грабили? Проблема властей – это как раз проблема, о которой вы говорите. Да, возможно, мы говорим о продажной власти, но украинский народ продемонстрировал то, что он есть, что страна есть, и он готов защищаться. Я очень бы хотела, чтобы мы демонстрировали свое существование не на поле боя, а вот так, как страны Балтии, в частности, Латвия, когда выйдем раз в пять лет, на пять ироки, я хотела сказать. Раз в пять лет вы проводите этот огромный праздник, песни народных традиций, когда там тысячные хоры у вас и танцы народных стран Балтии. Мы видим, и, конечно, мы восхищаемся тем, как вы несете с достоинством свою культуру и как вы интегрируете свою культуру в мир. И я очень хотела бы пожелать нашему народу выйти победителем из этой войны. У нас другого... Мы в историческом контексте, айврос, мы уже победили, поэтому как бы отступать некуда. В историческом вы уже победили. Могу, Юля, сказать одно, что мы просто пышаемся вашим народом, потому что вы нас защищаете на сегодняшний день. А мы, в благодарности, 14 тысяч человек поет ваш гимн. Да, это было... И впервые в истории человечества столько людей исполняло украинский гимн не в Украине, а в Латвии. И потому просто мы всегда будем вместе. Это наша совместная война, конечно, совместная. Мы, может быть, не воюем так, как вот вы воюете, и вы своей кровью, потом, и своими людьми отдаете это все. Мы, поверьте, тоже со своей стороны отдаем все, что возможно. И многие люди, может быть, даже вы вот и знаете некоторых из них, да, которых, может быть, лично знаете люди. Действительно, не надо. Без всяких лишних пафосов просто помогают вашей стране. Просто помогают. И таких людей в Латвии тысячами, тысячами. Понимаете? И вот от каждого этого человека зависит дальнейшая победа. Вот у меня сегодня был такой вот ролик. Я каждый день снимаю ролики вообще. Если кто-то, кому-то интересно, вот присоединитесь. Там есть Таут и Скалпи, есть мой канал там. Наш канал, наш партийный. В принципе, я там на русском языке в последнее время очень много говорю о Украине. Если кому-то интересно, посмотрите. Очень много людей с Украины это смотрит, да. И я сказал, что, конечно, и Запад, и Путин может думать, что Украина там в каком-то месте где-то споткнется. Но она никогда не споткнется, потому что в Украине есть украинский народ. И таким народам надо восхищаться. Потому что мы не знаем, что бы было у нас, когда пришла беда в наш дом. Но так, как пришла беда в ваш дом, такого единства нет в мире. Понятно, очень много людей, может, уехало за пределы Украины и как бы там живут там дальше от Украины. Но они все равно помогают Украине. Она дает последнее в Украину. И победа неминуема. Не может просто-напросто зло побеждать добро. Не может. Понятно, это очень тяжело. Очень просто. Это, ну, не знаю, как это сказать. Мы вам желаем, чтобы у вас это вот чувство вашего единства никуда не пропало бы. Конечно, вы можете между собой там ругаться, там рассказывать. Там кто-то лучше, там Зеленский лучше, там или кто-то, там Порошенко. Это все ерунда. Да, главное, народ. Вы поверьте, народ уже не верит ни Зеленскому, ни Порошенко, да. Он верит сам себе. И, конечно, Валерию Залужному. Короче, вашему герою вашего времени. Потому что это монстр. Монстр. От этого монстра боятся все. И поверьте, западные парнеры тоже понимают, что украинская армия, это уже не пятая, десятая или какая-то. Это серьезная армия. И ею надо считаться. Ею надо считаться. Спасибо за возможность услышать вашу точку зрения нам и нашим ведачам. Айврос Марс с нами был на связку. Вы можете залишать свои комментарии, ставить свои запытания. Я дякую вам за увагу и доверию до нашего канала. На все добре. До побачения. До побачения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok